10 ноября во дворце спорта Видное состоялось награждение знаком за отличную службу первой степени майора управления внутренних дел по Ленинскому району Красновой Вероники. История будущего майора полиции началась в Ташкенте, в Узбекской социалистической республике. Родители у Вероники инженеры, дедушка с бабушкой тоже инженеры. Династия специалистов технического профиля, как выразилась сама наша героиня. Однако боевой характер у маленькой Вероники начал проявляться уже тогда. Я была такая боевая, активная. Мы с мальчишками всегда играли, бегали, прыгали. То есть я никогда не была такой девочкой тихой-тихой, в плане, что куколки, бантики. Всегда была, если игра, так по-настоящему. Если бегать, так бегать. Если подраться, тоже подраться. То есть характер такой немножко не лидерский, а интерес всегда в движении вперед в каком-то. То есть быть наравне, чего-то добиваться в жизни. О детстве будущий майор полиции вспоминает с теплотой. Прошло оно в доинтернетовскую эпоху, без гаджетов и виртуального общения. Дружили и общались дворами, семьями, чего, как сказала Вероника, не хватает современным детям. Позже их семья перебралась в Санкт-Петербург, туда, откуда корни ее бабушки. В северной столице Вероника открыла для себя такую экзотическую для жаркого Узбекистана вещь, как коньки. После окончания школы девушка захотела стать юристом. Ведь появилось новое правовое государство, новые законы. Желание привело ее в Санкт-Петербургский университет МВД. Поступить было нелегко. На одно место претендовали сразу 50 абитуриенток. С отличием законченный 11 класс и огромное желание, выделили ее среди остальных. Потом встал выбор факультета. И выбор был, как бы мой пал на факультет оперативных работников, потому что это было более сложно для девочки, это было более интересно. То есть я никогда не искала простых путей. И из группы 30 человек у нас всегда 3-4 девочки. То есть остальные все были ребята и поблажек нам никогда не давали. Учеба была интересной, но далеко не легкой. Было много слез и мучений, вспоминает Вероника. Ношение формы, строевая подготовка, курс молодого бойца. Они были не просто студентами, а курсантами. И требовали с них не только знаний, а еще и определенной физической формы, спортивных результатов и офицерской выправки. Но Вероника выдержала, получила профессию, закалила характер и встретила там своего будущего мужа. Там я познакомилась со своим супругом, который учился со мной на одном курсе. Такой красивый, ну такой худенький, конечно, коротко стриженый, почти бритый. После института они поженились. Вскоре в их жизни появился сын Максим и интересная работа в подмосковном городе. Муж служит оперативным сотрудником Вероникой инспектором по мобилизационной подготовке. Моя работа называется мобилизационное планирование. Мобилизационное планирование – это планирование подготовки к переводу органов внутренних дел на военное время. Работа с военкоматами, работа с администрацией, то есть работа, которая не видна. Однако служба службой, но женщина в погонах, пусть и майорских, прежде всего женщина. Я начинаю всех будить, смотря кому в школу, какая смена, потому что у нас через год смена меняется. Мужа нужно чуть-чуть растромашить, все. Потом обязательно нужно погладить рубашки, брюки, себе, ребятам. У нас не вырубишь. Заряжай. Все зачеты на всех занятиях, также итоговые занятия и контрольные средства сдают на оценку удовлетворительно. Однако, как сказала Вероника, состоявшееся награждение – это всего лишь промежуточный итог. Впереди новые цели. Из самых ближайших – это решить жилищную проблему. Ведь они с мужем, сыном Максимом и собакой пока живут на съемной квартире.